После второго видеоблога Усманова уже нет сомнений, что Кремль решил сыграть с Алишером в темную. Теперь становится очевидным, что цель антикоррупционного бестселлера «Он вам не Димон» была направлена не на Медведева, а на Усманова. После трехлетнего санкционного марафона, который, вероятно, в ближайшее время только усилится в отношении путинского режима, Путину, чтобы продержаться на плаву, позарец нужна твердая валюта. Сначала с помощью карманной Госдумы Кремль выдавил за рубеж многих долларовых миллиардеров и подождал, пока они переведут свои активы в твердую валюту для какой-нибудь значимой сделки, А затем уже с помощью своих проверенных методов воздействия создадут такую ситуацию, при которой очередная жертва сама попадет в мышеловку путинского правосудия. И как только Усманов собрал нужную сумму для покупки контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Арсенал», тут же в ход пошла спецоперация по дискредитации очередной жертвы в «коррупционных преступлениях» в кавычках. В ролику Навального лубянские хакеры постарались придать максимальную гласность, и помимо многомиллионных просмотров, этот документальный фильм-расследование появился на страницах Википедии и отразился в депутатском запросе к правоохранительным органам. Все как нельзя лучше получилось у Кремля и Лубянки, и Усманов по своему психотипу глубоко заглотил наживку и самостоятельно побрел кышафоту ГУЛАГа. Но чтобы как-то уравнять шансы бизнесмена и чекистов, хотелось бы обратить внимание Алишира Усманова на два уже свершившихся факта. Во-первых, Усманову отказали в приобретении контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Арсенал» не из-за того, что цена не устраивала владельца, а из-за публичного обвинения Усманова в коррупции. И после фактического удвоения суммы и в случае отказа продать в этой ситуации контрольный пакет акций станет невозможным. Этот актив станет токсичным для любого западного бизнесмена. Во-вторых, последствия протеста против коррупции в высших эшелонах российской власти, которые прошли 26 марта 2017 года в виде митингов, шествий, как реакция на фильм расследования «Он вам не Димон» невероятно быстро с помощью путинского правосудия официально отразились в многочисленных штрафах, задержаниях и лишениях свободы конкретных граждан, жалобы которых уже стали поступать в ЕСПЧ. Исходя из этих оснований, английское правосудие будет обязано наложить арест на зарубежные счета Усманова и выполнить решение российской Фемиды. А если по заявлению разбирательство перерастет в обстречное обвинение во взятках и коррупционных преступлениях, то и возможен запрос на экстрадицию Усманова. Пока не поздно, ему следовало бы немедленно отозвать иск и спрятаться в презумпции невиновности как можно дальше, отдалиться от путинской России, порвав своей большевистской страной все, что только можно. Но, скорее всего, Усманов не просчитал этот ход и попался на крючок Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok